Звездного времени суток вам граждане! Добро пожаловать на наш 163 выпуск! Сегодня мы поведаем о взаимодействии игрока с окружением, спринт-отчете, крабе и спайра, ответах разработчиков по транспортным средствам, дорожной карте, бесплатном доступе к игре и что такого нашли датамайнеры в клиенте. Поэтому, чтобы не пропустить наши видео, лайкайте, подписывайтесь и жмите колокольчик. Все ссылки под видео. В свежем выпуске инсайда нам показали, как будет выглядеть взаимодействие игрока с окружением. Идея в том, чтобы позволить игрокам взаимодействовать со всеми вещами и предметами, которыми только возможно. Например, осветительные лампы можно будет не только разбить, но и заменить с целью их починки. Причем оставшись без одной или нескольких ламп, сеть все равно остается под напряжением и будет нуждаться в питании от реактора или генератора. Будучи уже в сети, новая лампа будет управляться переключателем, как и задумано. По словам разработчиков, панели управления дверьми важны для погружения игрока в процесс. Можно будет настроить разные виды доступа. Например, сигнализировать о вашем приближении и открывать дверь. По факту, сенсору двери будет передавать сигнал реле, а уже тот будет давать команду двери. Сам же сенсор, судя по всему, тоже можно будет включать и выключать. Также нам показали, как могут работать различные реле, системы питания и оповещения, и как все это будет действовать вместе и в различных ситуациях. Например, что произойдет, если отрезать питание двери и каким образом можно решить эту проблему. Все это с учетом запасной цепи питания, сигнализации, использования различных инструментов взлома и т.д. Затем последовал регулярный обзор спринта или спринт-ревью. Сперва нам показали новую переливающуюся краску текстуру для истребителя Талон. Должны признаться, выглядит весьма красочно. Затем рассказали о новой системе сканирования, которая реагирует на препятствия и отображает реалистичную информацию только в зоне досягаемости сканера. Продемонстрировали внешний вид завода в переработке сырья, а также их окружение, которое разработчики планируют наполнить некоторым количеством астероидов. Важно не переборщить, чтобы не усложнить игрокам жизнь, пытаясь добраться до самой станции. Наконец нам показали, как будет выглядеть поселение на поверхностях планет. Джаред заметил, что это далеко не финальный вариант, а всего лишь симуляция для визуализации и понимания разработчиками предстоящих работ. Ну а самые внимательные наверняка заметили 3D модельку хищного краба в одном из кадров. Как всегда напоминаем о розыгрыше сразу трех стартовых пакетов с кораблями сотой серии от Origin с пожизненной страховкой от разработчиков. Возможность получить такой пакет имеет каждый из вас. Условия конкурса вы найдете в видео по ссылке в описании. В последнем выпуске Live, Ричард, Дэйв и Йоги ответили на вопросы по работам над кораблями и транспортными средствами. По их словам, основные усилия были брошены на стыковку, мультифункциональные дисплеи, функцию оператора ракет, контромеры и прочее. Теперь команда занята системами кораблей и конденсаторами, в частности, влияющими на щиты, оружие и двигатели. Данная команда не создает геймплей, а в основном тестирует его и вносит нужные изменения. Помощь при фиксах и конденсаторе – это следствие желания вернуться к фановому геймплею патча 2.5. Функция перегрева временно, еще не завершена и будет дорабатываться уже в рамках новой системы. Визуал приземления на экране радара, как в старые добрые времена, очень нравится разработчикам, точно вернется, но пока не ясно, когда именно. Очень вероятно, что в будущем ЭМП отменит самоуничтожение корабля и даст возможность пиратам насладиться призом и лутом. До того, как будут внедрены все ключевые системы кораблей, нет ни малейшего смысла тратить время и ресурсы на балансировку кораблей, причем разработчики в курсе, что отдельные корабли либо слишком слабы, либо слишком сильны для своего класса в текущих реалиях, так как обновленная статистика стала лучше и детальнее, чем когда-либо. Среди этих ключевых систем – компоненты, силовые системы, пересмотр счетов, мультикро-ремонт, процедурное повреждение и другие. Внедрение аэродинамических поверхностей внесет значительные изменения в физику полета в атмосфере, включая перегрузки. Гоночный геймплей также отложен, пока не будут внесены изменения в физике полета в атмосфере. Это все самые интересные ответы разработчиков по кораблям и транспортным средствам. Обновление дорожной карты постоянной вселенной принесли нам следующие изменения. Так, в колонку Альфа 3.12 была добавлена карточка «Обновление служб посадки. Пополнение боеприпасов». С выходом патча 3.12 пополнение боеприпасов будет прямо связано с функциями станций отдыха, чтобы они могли работать через сервис магазина. Это позволит неправильно различать цены между предметами при пополнении запасов ваших кораблей. На самом деле данная функция – это большой шаг вперед на пути к получению полностью динамического набора цен на функциональные возможности служб посадки. На данный момент такие боеприпасы, как ракеты и ловушки имеют одну цену во вселенной. Например, все ракеты независимо от размера стоили вам 100 Альфа УЕК. Благодаря этой функциональности цены на боеприпасы сделают шаг к реалистичной модели ценообразования, основанные на услугах магазинов постоянной вселенной. Как упоминалось в описании карточки, вместе с этим будут скорректированы цены на страховку кораблей. Это должно стимулировать игроков к пополнению боеприпасов корабля, а не просто вызвать новый после его самоуничтожения. Да, пополнение запасов вашего корабля будет стоить дороже, но это будет еще один шаг к экономической модели, которую разработчики запланировали для Star Citizen. Также были изменены описания в следующих карточках. Улучшение визуальных и звуковых эффектов капитальных кораблей, турелей и торпед. Бой с крупными кораблями также будет визуально улучшен за счет изменения попаданий по щиту, чтобы обеспечить более привлекательный боевой опыт. Улучшение боевого поведения капитальных кораблей. Улучшение искусственного интеллекта крупных кораблей, ориентированное на маневрирование, прицеливание и использование оружия. Это включает в себя обеспечение полной осведомленности корабля о его снаряжении, доступных турелях, размере и количестве противников, с которыми он сталкивается. Пилот будет реагировать и позиционировать корабль в соответствии с каждым сценарием боя. Это будет работать по отношению к игрокам с высоким уровнем крайма, которые входят в зону перемирия и рестопом, где они встретятся с Идрисом, вызванным для обеспечения соблюдения закона. В таких карточках, как снайперская винтовка Gemini A03 и Burin FS9 LMG были обновлены изображения, а карточка-пристрелка перешла в процесс полировки. В прошлом выпуске мы рассказали о межгалактической аэрокосмической выставке 2950, которая пройдет на New Babbage Microtech. Так вот, за неделю разработчики предоставили еще больше информации об ивенте. Во-первых, помимо самой выставки, с 22 ноября по 2 декабря будет предоставлен бесплатный доступ к игре всем желающим. Любой, у кого есть аккаунт на сайте RSI, сможет зайти и попробовать все доступные корабли. Если у вас еще нет аккаунта, то вы можете создать его по ссылке в описании видео. Регистрация аккаунта бесплатная. Во-вторых, CIG предоставили график доступа к кораблям иноземной техники. Так, с 20 ноября по 21 будет предоставлена техника от компании Argo Astronautics Greycat Industrial Consolidated Outland. С 21 по 22 Ages Dynamics. С 22 по 23 Anvil Air Space. С 23 по 24 Crusader Industries Thumbriel Kruger Intergalactic. С 24 по 25 компания Misk. С 25 по 26 Trac Interplanetary. С 26 по 27 Апуа Banul Esperia. С 27 ноября по 28 Origin Jumpworks. С 28 по 29 Robert Space Industries. А с 29 ноября по 2 декабря будут проведены Best in Show, Weapons and Armoury Day и Ship Rentals. Мы будем следить за новостями по выставке и бесплатному доступу. Поэтому, чтобы не пропустить детали, вы можете подписаться на наш канал или зайти к нам на сервер Дискорда. Буквально на днях группа Ликсов выложила скрины файлов из клиента, которые говорят, что в клиенте уже есть как минимум анимация курения, туалетной бумаги, анимация умывания, использование писсуара. Уверены, данная информация вызовет у вас немало смеха. Но помимо этого были найдены и другие более интересные файлы. На этом скрине вы можете видеть файл, согласно которому в клиенте уже есть краб и спайра. Эта информация также подтверждается вот этим кадром из свежего выпуска инсайда. Затрагивая вопрос слитых кадров из инсайда, стоит обратить внимание и вот на этот кадр. Как вы видите, в списке папки костюм значатся некие летные костюмы с джетпаками, в том числе и для 42 эскадрильи. Ранее разработчики говорили, что во вселенной Star Citizen не будет парашютов. Может ли это означать, что в случае катапультирования с корабля в атмосфере, нас будет спасать именно джетпак? Напишите свое мнение под этим видео. А вот это голос бортового корабля от компании Crusader Industries. Стоит понимать, что именно этот голос мы услышим в Mercury Star Runner. Кстати, очень интересный второй файл, который сообщает о высоком уровне радиации. Все от этих же ликсов стало известно наименование канонерки от компании RSI. Это Персей. В качестве доказательств они ссылаются на аудиофайлы, связанные с выставкой кораблей. Также в этих файлах говорится и о намаде. В целом, это все на сегодня. Но если вы хотите стать частью одного из самых активных и крупных сообществ Star Citizen, мы вас ждем у себя. Для нас главное – ваше желание и адекватность. Также регистрируйтесь по реферальному коду, размещенному под видео и получайте 5000 внутриигровой валюты. На сегодня все. Спасибо, что были с нами.